Рособорнадзор впервые публикует рекомендации по подготовке к ЕГЭ по китайскому языку. Специалисты Федерального института педагогических измерений и преподаватели московских вузов рассказывают о том, как подготовиться к единому государственному экзамену по китайскому языку в новом совместном видеоролике с Рособорнадзором. В этом году выпускники 11-х классов впервые смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку. Он стал пятым допустимым для выбора иностранным языком, наряду с английским, французским, немецким и испанским. На участие в первом ЕГЭ по китайскому языку подали заявки 289 человек. Несмотря на то, что ранее этот предмет не сдавался в штатном режиме, специалисты подготовили свои рекомендации на основе результатов многочисленных апробаций, проводимых с 2015 года, а также опыт выполнения работ участниками ЕГЭ по другим иностранным языкам. Видеоконсультацию по подготовке к ЕГЭ 2019 будут доступны на официальном YouTube-канале Рособорнадзора ЕГЭ.